Это Американский Акцент. Мы продолжаем программу. Гость сегодня, политолог, издатель, руководитель издательства Либерти Илья Левков. Илья, вы слышите студию? Отлично. В России ФСБ арестован якобы за шпионаж американский журналист Эван Гершкович. По версии спецслужбы Гершкович, действуя по заданию американской стороны, якобы осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Его задержали, как утверждает ФСБ, при получении каких-то секретных сведений. Wall Street Journal заявила, что категорически отвергает обвинение ФСБ в отношении своего журналиста и требует немедленного освобождения. По мнению организации, это выглядит как ответная мера на работу репортера по расследованию деятельности ЧВК Вагнера. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал всех граждан США, даже журналистов, находящихся в России, покинуть эту страну. Илья, ну вот мне кажется, что ничего вроде бы такого не произошло. Может быть, я ошибаюсь, но из того, что я знаю, во время Холодной войны это вообще была какая-то нормальная, мне кажется, практика. Задержание среди журналистов, это вообще была норма. И дипломатов. И дипломатов. Чего так все удивлены-то в этой истории? Да. А почему вы не видите это все-таки как стандартные вещи, которые канули обвинить кого-то невиновного? Вы видите в этом стандартном? Хотя, смотрите. Нет, я не вижу в этом ничего хорошего, да, я вам поясню. И более того, в деятельности Эвана Гершковича я думаю, что на самом деле, наверное, он действительно собирал, на мой взгляд, какую-то информацию. Но здесь стороны, на мой взгляд, понимают по-разному. Если в России собирать информацию о каком-то предприятии является преступлением вдруг, то в Соединенных Штатах это, в принципе, нормально, когда журналисты собирают какую-то информацию о предприятии. Потому что это предприятие, и оно занимается чем-то. И вот то, чем оно занимается, журналисты, в принципе, расследуют и, как бы, иногда об этом извещают публику. То есть, с точки зрения этого журналиста, я не вижу, что он делал что-то криминальное и запредельное. И вряд ли, я думаю, что действительно он работал на государство. Тем не менее, с точки зрения России, которая забила журналистов до такой степени, что нельзя ничего экстра спросить, то, конечно, с точки зрения России он как будто бы делал что-то незаконное. Да, но здесь больше, чем, как видно, как видно, никто сейчас не знает, он додавал вопросы или он также получил какой-то кусок бумаги. Понимаете? Статистика, продукция, прошлый год, сравнение, есть 15 лет, какой-то документ. И это было не случайно, а это, конечно, было подстроено. У них есть кандидаты, которые имеют вот такие многолетние позитивные отношения. Сегодня к ним придет ФСБ и скажет, а ну, а ну, Вован, позвони своему корреспонденту, скажи, чтобы прилетал, у тебя есть чудесная информация. Вот и все. Ну, что мы здесь, как говорил Бабель, кашу по столу машем? Ну, хорошо, сейчас вот реакцию президента Байдена мы смотрим, он там заявил, что нужно немедленно отпустить вот это все. Ведь вряд ли это к чему-то приведет, вряд ли Россия просто так отпустит уже этого журналиста, к сожалению. Дальнейшие-то какие пути, как разрешить это? А какие пути будут следующие? Смотрите, здесь идет сегодня, кто такой мистер Путин, видите? Кто он такой? Он офицер КГБ? Он диктатор, который вырос в последние 23 года в Кремле? Понимаете, он мальчуган из-подворотни? Или он человек, с которым можно вести рациональные переговоры? Но никто не хочет их начинать, потому что эти переговоры будут о Украине, а именно каждая сторона скажет, давайте поделим этого ребенка пополам, как сделал царь Соломон, да? Вы знаете это. Сейчас, сейчас Путин хочет создать имидж, что он рациональный человек. Да, он поставил ядерные ракеты в Беларуси сегодня. Да, он даже рвется к переговорам, но Зеленский не хочет его видеть, покуда он не уйдет за прежнюю границу, восточную границу, которая была до 2014 года, понимаете? И уйдет в Освояси туда, и тогда они будут говорить о чем-то. Они могут говорить о Севастополе, который они продолжат там контракт на еще 50 лет для российского флота, а потом будет конец, как было с Гонконгом. Понимаете, есть ровно, но он хочет, что одновременно, он хочет, чтобы он, вот поэтому он сейчас готов обменять этого Ивана. Между прочим, это русский парень, Эвен, ему дали такое красивое английское имя. И вот здесь он наивный, несмотря на все, что он слышал дома и все такое, он наивный парень, понимаете? Я вам говорю, это очень-очень опасное заигрывание, игра, и она выше-выше его опыта, знаний и возраста, понимаете? Здесь еще не впустили в работу девушек, которые могут собластить вот так, понимаете? Случайно встретились, случайно упал у нее кошелек, он поднял кошелек, понимаете? И далее. Это такие детские игры до невероятности, избиты и известны. Но самое лучшее не играть в них. Вы не можете выиграть ни против какой-либо разведки. Будет поздно, будете сидеть за решетками, будете искать лучшего адвоката, будете стараться. Если та сторона захочет, останетесь за решеткой много лет. Как в случае, если Навальный сидит там ни за что, да? Если сегодня садят... Ох, жаль, забыл, стишок читал где-то невероятный. Десять лет за сказать, что идет война. Ну, что это за цирк? А вот вы упомнили Беларусь и передачу тактического ядерного оружия российского в Беларусь. Вот, кстати, в этой связи, как вы считаете, что Беларусь теперь это ядерная держава или как это воспринимать? Она не просила, она не хотела. Это ей на деле, что если будет ответ, будет ответ, должен быть, откуда вылетели ракеты, а никому они принадлежат. Якобы и будет непонятие. Опять здесь создано такое облако. Иди, знай, кто и где нажал на кнопку, понимаете? А вдруг этот человек будет как в генштабе находиться в Беларуси, понимаете? Кто? Идем дальше, Илья. Вообще, знаете, на этой неделе произошло много событий странных, на мой взгляд. Конечно, они не в одну неделю все произошли. Каким-то мы приходили месяцами, неделями. И там вот в России, например, арестовали отца шестиклассницы, которая нарисовала плакат против войны. Он бежал, его приговорили к двум годам колонии. Он бежал в ночь перед приговором, потом его арестовали в Минске. Все это выглядит как какой-то массовый психоз, на самом деле. Когда журналист у присяжных спрашивает в суде, ну, вы считаете нормальным сажать отца ребенка, у которого нет матери, ребенка, которого он воспитывает в одиночку. И эти женщины сидят, знаете, кивают, смотрят в пол, но продолжают поддерживать суд. Ну, в общем, все это как-то вызывает большое беспокойство. Еще вот о чем хочу поговорить. Израиль и Франция протесты несколько недель уже проходят. Дайте мне ответить, если у нас ведь так мало времени. Понял, отвечаю вам. Смотрите, две точки. Три, во-первых. Я вспоминаю, когда-то в 64-65 год, один из моих профессоров, чтобы так подскочить, якобы сделал опрос израильских солдат. И к удивлению, там 37-38 процентов сказали, да, они готовы принять диктатуру. Это было когда? До шестидневной войны, до всего, когда не было территории. Сейчас. Но это ему дало скачок, и все были, сегодня забыли все об этом. Между прочим, у него была интересная фамилия. Значит, на иврите никто не знал, что это такое. Но его фамилия была Чудновский. Человек, вот так политолог, профессор политологик с названием Чудновский сделал такую чудную вещь. Сейчас. Что происходит? Мы перескочим. Вот как вы знаете, были бунтари, бунтари, бунтари. И вот вышел, мы поговорим немножко, как Натаньяу решил этот вопрос. Очень-очень интересно. И второе, это что сказал бывший премьер-министр Эгуд Барак. Как вы знаете, он считается самым декорированным солдатом Израиля, в истории Израиля. И он сказал одну вещь, не зная, кого он цитирует. А он сказал, дайте мне 3,5% от всех этих сотни и сотни тысяч людей, и я вам здесь устрою переворот. Это невероятно. Когда я читал, дайте мне 3,5% из тех, кто это... Это же слова Ленина. Дайте мне группу профессиональных революционеров. Я прямо ужаснулся. Никто даже в Израиле, может быть, русскоязычные, кто-то там помнит, что сказал когда-то Ленин. Но это невероятно. Но самое главное, что сделал, как решил вот эту пробегу. Что было? Было следующее. Министр обороны, не соглашаясь с Пебе Натаньяу, премьер-министром, значит, министр его коалиции. Вперед и говорит, я хочу выступить против твоего плана насчет реформы юриспруденции. Он говорит, как это к тебе относится? Как ты? Ты министр обороны, ты занимайся обороной. Нет, я хочу выступить, потому что есть много резервистов, и пилоты не хотят летать, и танкисты не хотят заряжать оружие, и т.п. И он сказал ему, тогда Биби сделал интересную вещь. А именно, первым делом он сделал ошибку. Он взял и сказал ему, слушай, в таком случае я тебя освобождаю от этого твоего поста. Ты больше не министр обороны. Сейчас. Здесь он сделал ошибку. Вопрос, который я задаю, насколько эта ошибка была планирована и самим Натаньяу. Потому что он очень и очень разбирается во всех этих недрах израильской политики и, конечно, процессуального. Потому что он не может сказать министру, я тебя увольняю. Он должен сделать это официально. Не сидеть у него там на улице Бальфу, пить кафе и сказать, знаешь, ты мне не нравишься, давай до свидания. Поэтому, но он сделал ошибку и не сделал письменно. Потому что даже письменно это берет силу только 24 часа спустя. То тогда вот напали на Натаньяу. Ты не имеешь, все напали на него, ты не имеешь права это делать. Ты не имеешь это делать. То он сказал, знаете, может быть, вы правы. Я сделал здесь оплошность. Хотя не может быть, чтобы он этого не знал. Не может быть. Он ведь увольнял министра в раз так и так. Поэтому он сказал, вы знаете что, вы правы. Давайте мы возьмем каждый шаг назад. Давайте вот сейчас будут каникулы членам КНЕСЭТа, парламента. Давайте соберемся в конце июня и вернемся к переговорам. Вот что он создал. И это было принято обеими сторонами. Я думаю, это была невероятно хитрая-хитрая поддержка. И здесь я бы хотел дать вам одно предложение из книги. Жаль, что вы ее не читаете. Не вы, не вы лично, а мои люди. Это называется Дао де Цин для 21 века. Это не эта мудрейшая книга китайцев, которая описывает... Это практически Библия философская в жизни. Описана Библия для китайцев без религиозных элементов. Понимаете? Я бы вам хотел прочесть полпредложения. Все говорится законы народа. И он говорит, что страна управляется справедливостью, война ведется хитростью. Страна это родина, неважно. Совсем другое дело, когда до пределами семейного круга. Там хитрость, скрытность и осторожность объективно необходимы. Иначе мир попросту сожрет вас. О чем я говорю? Это что вот жаль, знаете, мы не изучаем китайцев каждый день. Вот только специалисты тысячи, тысячи, тысячи и такое. Но должны быть китайоведы. Я знал кого-то, я помню, подругу в Гарвард, где была очень интересна. Она занималась Китаем. Потом мой друг в Колумбийском занимался Китаем. Очень-очень интересно. Но в кругах правительства нет настоящих мудрых китайцеведов, которые были. А это вот именно описание известной книги. Эта книга была написана две с половиной тысячи лет тому назад. Это сердцевина китайской цивилизации, понимаете? Вы сами знаете, сколько из блогеров, шмогеров и всех этих когда-нибудь дотронутся. Даже до русского издания этой книги, как я показываю. Илья, но если все-таки вернуться к Израилю, сейчас, когда Нетаньяху отложил судебную реформу до следующей сессии парламента, вы считаете, это решит проблему протеста? И вернется ли Нетаньяху все-таки к этой реформе? Совменно решит. Потому что это билиберда, которая идет. Я не хочу говорить, я могу, я читаю громадное количество интереснейших статей, серьезных. Не те баррикадные, понимаете? Что вы ожидаете от баррикадных людей? От атмосферы баррикадной. Как все эти 100 тысяч или 200 тысяч или 350 тысяч. Это все, в большинстве, надувные цифры, понимаете? Полиция говорит, полиция, мы знаем, здесь это сдвиг. Я вам хочу сказать, я слушал своего друга и коллеги по политике в Израиле, где я когда-то участвовал, где он давным-давно объяснил. Он был, слушайте, он был спикер армии Израиля, он был редактор главной газеты, левой газеты «Давар», «Мапая», понимаете? Он издал много книг, он издал очень одну интересную, давным лет, 35-м назад, называется «Общество и армия в Израиле». Серьезные исследования такие, не выкрипивания. Да, в Израиле происходит смена элит. Это не нравится элитам. Это не нравится никому. Если бы вы были в элите, хотели бы быть частью ей и доминировать. И доминировать. И поэтому удивлено, что Эуд Барак сказал, дайте мне 3,5% всех позитивших, и я вам сделаю революцию в Израиле. Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Спасибо вам. Надеюсь, было интересно и не скучно. Спасибо большое вам за то, что эту программу оставались вместе с нами. Увидимся завтра в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку на RTN и радио «Дэвидсон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok